Экономика. Бизнес. Финансы. Программа «Экономика». На валютном рынке в сфере недвижимости быть не должно. Подорожание квартир будет сопоставимо с уровнем инфляции. Между тем, крупные столичные девелоперы уже заявили об увеличении цен на 10-20% до конца года. Программа «Экономика». Правительство области готовится к подорожанию продуктов. Сетевой розницы в уходящем году они поднялись в цене в среднем на 20-25% от первые месяцы 2015-го. Еда и напитки на полках магазинов станут дороже еще на 14-15%. По словам зампреда Алексея Котличкова, в областном правительстве проводят постоянный мониторинг ситуации с подорожанием продовольствия. Ингредиенты дорогие. Это реальности наших дней. И насколько они подорожают, это, конечно, я не могу предвидеть, насколько инфляционный процесс произойдет. Мы отслеживаем, передаем и в правоохранительные органы, и в антимонопольную службу, для того, чтобы мы могли отреагировать на неоправданный рост цен. То есть он все равно происходит, но он должен быть оправдан, он должен подтвержден быть документальным. В ассоциации компаний розничной торговли считают, что продукты питания будут дорожать одновременно в торговых сетях как высокоценового, так и эконом-сегмента. Рост коснется не только импорта, но и товаров российского производства, так как основное сырье для них или ингредиенты покупают за рубежом за доллары и евро. Областная прокуратура урежет план проверок предпринимателей. Вместо 11,5 тысяч проверок их будет 5,5 тысяч. Об этом сообщил прокурор Кировской области Сергей Бережицкий. По его словам, это было сделано прокуратурой после ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Наибольшее сокращение среди предприятий сельского хозяйства на 80%. 50-процентное сокращение плана проверок поддержали все руководители контролирующих органов региона, сообщает Интерфакс. В завершении о курсах валют в конце минувшей недели рубль после однодневного укрепления снова начал слабеть. Доллар подорожал на рубли, стоит 60 рублей 68 копеек. Евро поднялся в цене на рубль 23 до 74,57. Ольга Болезина, Новости экономики в Кирове.